Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Парламентский час. Депутаты законодательного собрания «Края» ответили на вопросы «Напчан» и обещали решить вопрос о строительстве новой школы. Куда вода утекает? Административная комиссия выявляет нерадивых потребителей коммунальных услуг. «Горячая пора» стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена у 11-ти классников. Анапская торгово-промышленная палата отметила 20-летие с момента образования. Сегодня Союз предпринимателей поздравил глава курорта Сергей Сергеев. Союз предпринимателей Анапы чествует в стенах администрации. Зал полон, курортный город – благодатная почва для развития малого бизнеса. Сергей Сергеев подчеркивает добросовестный предприниматель в цене. «Конечно же, я возлагаю особые надежды на вашу деятельность, на работу индивидуальных предпринимателей малых предприятий. И тот процент, который сегодня составляет численность малых предприятий, конечно же, он меня устраивать не может. Почему власть возлагает на вас надежды? Потому что вы более гибкие, вы более приспособлены к реалиям сегодняшнего дня. Сегодня у каждого из вас есть проблемы. Если вы думаете, что я их не знаю, то вы заблуждаетесь. Я знаю, каким временем над вами висит деятельность контрольных органов различной направленности. Я знаю, как сложно вам сегодня жить в реалиях дефицита финансовых средств». Процесс становления российского предпринимательства пройден. Государство сегодня дает существенную поддержку бизнесу. В Анапе зарегистрировано 11,5 тысяч субъектов малого предпринимательства. В их числе почти 9 тысяч индивидуальных предпринимателей. На 500 больше, чем в прошлом году. Многолетний добросовестный труд представителей анапского бизнеса отмечен почетными грамотами главы курорта, а также торгово-промышленной палаты Краснодарского края. «Наше предпринимательское сообщество в основном сознательное, активно участвует. Если сравнить 90-е годы и то, что мы имеем сегодня, то, конечно, это небо и земля. Я активно участвую в том, чтобы город развивался, чтобы этот котел пополнялся, чтобы с него можно было до бесконечности черпать только хорошего. Поэтому я надеюсь и верю в это, что мы вместе, сообща, будем над развитием нашего муниципального образования, над развитием предпринимательства. Я еще раз поздравляю вас всех». Депутат Законодательного собрания Кубани Владимир Верстунин на встрече с городским активом пообещал проконтролировать, чтобы Анапа получила деньги на строительство школы по федеральной программе. Сегодня краевые парламентарии встретились с горожанами. Были затронуты темы дорог, детских садов, водоснабжения и канализации. В минувшем году Анапа показала хорошие результаты социально-экономического развития. Об этом заявил депутат краевого парламента Владимир Верстунин на встрече с активистами, депутатами, представителями муниципальной власти и казачества. Практически во всех отраслях был зафиксирован рост на 5-7 процентов выше плановых показателей. Было сдано около 300 тысяч квадратных метров жилья. Город входит в тройку самых быстрорастущих в крае. За год населения Анапа увеличивается на несколько тысяч человек. При этом горожане говорят о болезнях такого роста. Улицы в новых кварталах с высотными домами остаются узкими. Не хватает важных для жизни ресурсов – воды, электроэнергии. Хаосная застройка 90-х годов и начала 2000-х годов привела к этой ситуации. Без федерального бюджета мы ничего не сделаем. Но будет улучшаться за счет того, что сделал наполненный коллектор. Будет реставрация нескольких насосных станций на Пионерском проспекте. Будет лучше. Но я думаю, что не прям сразу, а перспектива только за большими вложениями. По словам парламентария, только для решения проблем в селе Витязево и в районе Пионерского проспекта необходимо более 1 миллиарда рублей. Также федеральные средства в городе-курорте рассчитывают привлечь на строительство школ. Как рассказал депутат горсовета Константина Постолиди, в Анапе на эти цели отведены две площадки. Совместно с городской администрацией проработаны проекты. Теперь анапчане просят проконтролировать, чтобы деньги, выделенные федеральным центром, поступили в распоряжение города и можно было начать строительство хотя бы одного объекта. На сегодняшний день в общеобразовательных школах у нас очень серьезное положение с посадочными местами. У нас с 24, что положено было по закону, на сегодняшний день доходит до 40 учащихся, которые должны сидеть в классах. И уже отсюда нам понятно, что какое-то может быть образование. Сегодня требования к образованию очень серьезные в связи с этим ЕГЭ. Верстунин пообещал взять вопрос на контроль, а также добавил, что проблему развития инженерной инфраструктуры можно решать, привлекая в том числе ресурсы застройщиков. По словам парламентария, сегодня нагрузка на коммуникации также увеличивается из-за самостроев. Администрация Анапы подала более 300 исков против недобросовестных застройщиков. Остро стоит вопрос с зарплатами в конвертах, а это недополученные деньги в бюджет, те же дороги и детские сады. Также накладывается общая ситуация в экономике. При этом государство со своими задачами справляется. Проблемы решаются, пусть и не так быстро, как хотелось бы. По мнению депутата, сегодня необходимо выступать в единым фронтах. Мы видим, что все-таки у нас нормальная ситуация в стране. В других странах при таком же обстоятельстве было бы намного хуже. Сегодня нам не нужна никакая стряска в нашей стране. Нужна стабильность. Незаконное потребление воды и электроэнергии – проблема, которая остается крайне актуальной на курорте и требует решения. Одно из наиболее распространенных нарушений допускают владельцы частных мини-гостиниц и отелей. Это несоблюдение технических требований эксплуатации водоснабжения и канализации. Воды попросту не хватает, а стоки нередко оказываются в водоемах. За недобросовестность одних расплачиваются тысячи анапчан и гостей нашего города. Именно таких нерадивых предпринимателей выявляет административная комиссия, в состав которой входят сотрудники муниципального контроля, водоканала, ЖКХ и специалисты управления санаторно-курортных услуг. Витязевский лиман по-прежнему в зоне особого внимания. Глава Анапы весной взял ситуацию под личный контроль. Экология уникального водоема должна быть сохранена. Такое поручение дал Сергей Сергеев городским службам. Одна из главных проблем – канализационные стоки. В результате проверок выявляются нарушения такие, что скидывается вода на грунт, скидываются в существующие канализационные системы без соответствующего оформления и соответствующих согласований и получения технических условий от водоканала. Это приводит к затору канализационных систем и аварийных сбросов на грунт и прижигающий лиман. Происходит это из-за того, что канализация попросту не рассчитана на такой объем. Усугубляет ситуацию то, что хозяева частных гостиниц часто нарушают нормы потребления, а значит и сброса воды. К примеру, нередко размещают на своей территории бассейны. Бассейны без наших технических условий. На каждый бассейн нужна 10-процентная подпитка воды. Выявлены несколько нарушителей, у которых имеются бассейны, у которых имеются несанкционированные сбросы водоотведения в канализационные коллектора. Санкции за подобные нарушения предусматриваются серьезные. При первом визите комиссии у нарушителей пломбируется и перекрывается подача воды, которая запитывает резервуары и составляется административный протокол. Если в ближайшее время недостатки не будут устранены, то ремонтная бригада может полностью отрезать потребителя от канализационных и водных коммуникаций. В данный момент проверки проходят в поселке Витязево. На очереди у сотрудников администрации объекты размещения расположены на Пионерском проспекте. Южное гостеприимство каждый понимает по-своему. Для большинства нобчан это чистота, уют и добросовестная работа не только на свой карман. К сожалению, примеров, когда становится стыдно за горе предпринимателей, в Анапе пока хватает. Незаконная предпринимательская деятельность больно бьет по репутации лучшего черноморского курорта. Заросли из сорняка перед фасадом, глухой забор без опознавательных знаков и захламленный двор. Глава Анапы останавливается на Ленинградской и в разговоре с отдыхающими из Центральной России замечает, за такие условия приема стыдно. Но похоже, только не хозяевам бюджетного отдыха. Вот к вам приехали гости сейчас, да? Мы же готовимся к приему. Мне, например, стыдно вот сейчас с людьми было разговаривать о том, что у нас вот в таком виде. Сделайте, пожалуйста. И вот здесь должно быть, вот здесь. Табличка, ИНН ваш, и так далее. Она еще готовится. Да как готовится? Ну люди, вот я сейчас поговорил, люди заселились, заехали. Ну кто готовится? Открыли сезон раньше срока. Не оформим должным образом документы на четырехэтажную гостиницу. В десять раз превышены нормы потребления воды и света. Сотни тысяч рублей скрыты от налоговой службы. На территории домовладения, которое является индивидуальным жилым домом, существуют незаконно построенные сооружения. Используются энергоресурсы города-курорта Анапы, то есть электроэнергия и вода для коммерческих целей. А фактически дом является жилым. Мы сейчас ждем реакцию, какая будет реакция со стороны органов внутренних дел, Роспотребнадзора и Пожнадзора. Мы думаем, что тоже будет ряд заведчаний серьезных и существенных. И эта работа, эта работа будет продолжаться в течение всего сезона. То есть, ну никто не уйдет в тень и не спрячется. Если вы оказываете услуги, дорогие анапчаны, будьте добры, оказывайте их в соответствии с существующим законодательством. Потому что люди, приехавшие к нам, они должны быть уверены, что они попадают, во-первых, в безопасные условия проживания. И вся ваша деятельность, она четко регламентирована законом. Глава Анапы поручил проверить все мини-гостиницы, маскирующиеся под жилые дома. В нашей санаторно-курортной отрасли зарегистрировано свыше 4 тысяч предпринимателей. Так почему же одни должны жить по закону, а другие плевать на него? Сегодня в Краснодарском крае стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Итоговая тестация началась с экзаменов по географии и литературе. Первые результаты будут известны 8 июня. Как мы сообщали ранее, всего на Кубани ЕГЭ будут сдавать около 23 тысяч выпускников. В регионе оборудованы 122 пункта приема экзаменов. Здесь же будут сканироваться все работы. В этом году увеличилась численность общественных наблюдателей, что позволит повысить объективность экзаменов. На подготовку и проведение ЕГЭ Край в этом году выделил около 83 миллионов рублей. Любой желающий может получить актуальную информацию о ходе проведения единого госэкзамена. Ежедневно с 9 утра до 18.00 специалисты Министерства образования Краснодарского края смогут подсказать расписание ЕГЭ, а также ответить на все вопросы, связанные с его сдачей. Телефоны краевой горячей линии указаны на экране. Более полутора миллиардов рублей на развитие культуры выделят в Краснодарском крае муниципалитетам. Соответствующее постановление в мае подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Средства будут направлены на поэтапное повышение зарплат работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографа. Кроме того, в выделенной сумме заложены расходы на создание условий для организации досуга населения и обеспечения услугами предприятий культуры, сообщает пресс-служба краевой администрации. Совсем скоро день защиты детей. 1 июня детей Анапы с праздником поздравят участники шоу «Голос» и «Голос дети». Известные артисты выступят на концертной площадке Всероссийского детского центра «Смена», который в этот день также отметит свой день рождения. В программе праздничных мероприятий выступления артистов легендарного цирка Юрия Никулина, лучших творческих коллективов страны, а также научная викторина телеведущего канала «Карусель». Скучать гостям центра точно не придется. ВДЦ «Смена» находится по адресу поселок Суко, улица Приморская, 7. Вход на праздник будет свободный в течение всего дня. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова